В зале районной администрации прошло очередное рабочее совещание. На встрече присутствовали руководители управления и ведомств и главы поселений. На совещании обсуждались вопросы, касающиеся предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, относящихся к особой заботе государства. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Вопрос этот всегда сложный. О том, как ведется работа в этом направлении, доложила начальник управления имущественных отношений Елена Юрченко. Изучая положение дел, следует отметить, что из года в год данная категория граждан систематически получает квартиры. С 2013 года по настоящее время заключено 176 договоров социального найма. В текущем году квартиры приобретаются в два этапа. Объявлен аукцион и первый этап с 26 июня на покупку 10 квартир. Еще 10 квартир планируется приобрести с 25 августа. Следующий важный актуальный вопрос в повестке дня – предупреждение и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории муниципалитета. Об этом рассказал директор районного институционного центра ЕДДС-112 Алексей Кухта. Благодаря развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории района, развернута комплексная система экстренного оповещения населения, ведется постоянный мониторинг паводковой ситуации, установлено и функционирует 111 комплексов видеонаблюдения. На данный момент составлен и согласован с ОМВД и ФСБ перспективный план развития подсистемы видеонаблюдения на 2018 и 2021 годы, который предполагает установку трех-четырех камер видеонаблюдения в районе ежегодно. Еще одно важное направление – мониторинг пожарной безопасности, который позволяет оперативно в круглосуточном режиме без участия человека оповещать пожарную службу о задымлении или начале пожара на объекте. Основное же направление развития комплекса «Безопасный город» на 2018 год – это подсистема вызова оперативных служб по единому номеру 112. Все эти системы в отдельности на сегодняшний день уже показали свою эффективность в предупреждении и прогнозировании чрезвычайных ситуаций, оперативного оповещения населения, а также минимизации ущерба в случае чрезвычайной ситуации. Однако их разобщенность построения на разных системах и оборудовании не позволяет в полной мере наладить рабочий процесс. Зачастую в случае развития неблагоприятных явлений приходится выполнять одни и те же процессы для разных систем. Именно для оптимизации работы дежурных служб будет разработан единый аппаратно-программный комплекс, объединяющий все системы предупреждения и прогнозирования чрезвычайных происшествий воедино. Следующий вопрос в повестке дня – деятельность управляющих компаний. На совещании Александр Хазаров, директор ООО «Ильское домоуправление», доложил о том, какая работа проводилась, какие средства собраны и что уже сделано в Ильском городском поселении за 2016, 2017 и текущий 2018 год. Немаловажный момент и подробный отчет руководителей управляющих компаний перед жильцами. Проблема общая у всех управляющих компаний. Там, где жители активны, самостоятельные, дома выглядят по-другому. За счет управляющих компаний, конечно, мы таких больших изменений, к сожалению, не видим. Под постоянным контролем руководство района и замена сетей водоснабжения и водоотведения в сельских и городских поселениях. Начальник управления по координации работы ЖКХ Алина Сиренко рассказала, какие работы, в каких поселениях проведены и какие необходимые материалы закуплены для дальнейшей замены. Пояснив, что на настоящий момент выполнен 21% от общего объема работ. О наведении чистоты и поддержании порядка в поселениях на этой неделе отчитались руководители администрации Калужского, Новодмитриевска, Григорьевского и Смоленского поселений. С целью оказания методической помощи малому бизнесу администрация Северского района совместно с федеральными и краевыми службами провели расширенное совещание. Главные и наиболее часто задаваемые вопросы среди представителей малого бизнеса – организация работы, выдачи ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде, новый порядок применения контрольно-кассовой техники, получение патента для индивидуальных предпринимателей в 2018 году и изменения в трудовом законодательстве в части охраны труда. Начальник районного управления ветеринарии Григорий Сокол дал ряд пояснений, касающихся вступающего в силу с 1 июля закона и рассказал о том, что категорически запрещается делать в розничной торговле. Самым главным и самым больным нарушением приходишь, заходишь в магазин. Вот витрина находится с мясной продукцией. Начнем с нее, потому что глаза прямо на нее сразу и смотрят. Ассортимент богатейший. На сегодняшний день даже в Хамахе у нас одной колбасы краковской никто не продает. То есть вот там все находится. Сразу же видно нарушение температурного режима хранения этих колбасных изделий. Либо это перемотано в какие-то обрезки, замотана еще пленочка дополнительная. Вплоть даже доходили до того, что мясо в марлю заматывали. Но температурный режим, когда начинают спрашивать контрольный градусник, все говорят, там у нас же вот тут вот есть. И показывают нам вот тут вот моргает, светится там красивое табло, плюс там какой-то минус показывает и все. Никто не отменял термометра, который находится контрольный и видно для любого гражданина. Изменения коснулись и применения контрольно-кассовых аппаратов. Их наличие в каждой торговой точке с 1 июля станет обязательным. Узнали предприниматели о моделях, экземплярах контрольно-кассовой техники, соответствующих требованиям нового закона. Обсудили на совещании преимущества патента для индивидуальных предпринимателей. При применении патентной системы налогообложения индивидуальные предприниматели вправе не вести бухгалтерский учет, а также могут не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении наличных денежных расчетов или расчетов с использованием платежных карт. Расчет суммы налога, подлежащего уплате, производится налоговым органом непосредственно в патенте и, соответственно, является понятным для налогоплательщика. Таким образом, налицо преимущество применения патентной системы налогообложения в ее простоте, прозрачности и возможности применения по многим видам предпринимательской деятельности. Сохранение здоровья работников и их трудовой деятельности – главная цель государственной политики. Представители малого бизнеса прослушали основные правила и требования при организации производства и труда, которые изменились в 2018 году. Русский язык – один из самых распространенных языков в мире. Ученые уже сбили с счета, пытаясь определить количество слов, которыми владеют россияне. Подвижность и гибкость помогают языку постоянно меняться и обогащаться. Но великий и могучий имеет в своем арсенале выражения, не рассчитанные на широкое употребление. Матерная речь существовала всегда, но употреблялась она редко, немногими и не везде. Сегодня же ненормативная лексика одинаково виртуозно владеет как взрослый, так и ребенок. В чем же причина того, что нецензурная лексика плотно вошла в нашу речь? Общее падение культуры, проблемы воспитания или какие-то другие факторы? Сам удивлен даже сейчас этим. Особенно в трамвае я получал в городе вообще такие вещи, что аж хотел выскочить. У меня маленький ребенок, рядом детская площадка. Это, конечно, некрасиво, особенно не для девушек. Как сказал в свое время один австрийский философ, границы моего языка означают границы моего мира. И если ты хочешь, чтобы мир был широким, надо работать над языком во всем. И не только в плане речи, во всем хорошо чувствовать мир. Молодые люди общаются друг с другом. Конечно, могут использовать какие-то либо бранные, нецензурные слова. Но порой эти слова неуместны. Там, где люди отдыхают, там, где много детей. Об этом тоже нужно помнить, знать и не делать свою жизнь пустой и браной. Каждый из нас ответственен за тот культурный климат, в котором мы живем. Простая формула «думай, а потом говори» поможет сделать его благоприятным для всех. В наше время доступных кредитов многие совсем разучились делать накопление. Но есть одна цель, на которую откладывать даже приятно. Это отпуск. Тот самый долгожданный, мысль о котором согревает холодной зимой. Копить на отпуск не так уж сложно, если начать это делать заранее и с умом. Для кого-то отпуск не отпуск без поездки в экзотические страны, а для кого-то нет ничего милее – гор или рыбалки на живописном озере. Бюджет в этих случаях отличается кратно, но принцип накопления общий. Прежде всего, важно себя замотивировать. И ничто не поможет сделать это лучше, чем мысли о месте, которое вы давно хотели посетить. Когда первый шаг сделан, вы определились нужной на отпуск суммы. Остается найти скрытый резерв. Можно попробовать в течение месяца записывать все траты. Так вы поймете, на что уходит больше всего средств, какие статьи лучше сократить и какие суммы можно откладывать. Способов накопления может быть множество, и тут каждый выбирает по себе. Кому-то удобнее откладывать стандартную сумму с определенной периодичностью, например, 100 рублей в день или 700 рублей в неделю или 3000 в месяц. Другим проще сразу после получения зарплаты отложить 10% дохода, а остальные тратить, как обычно, без оглядки. В Кубышку можно отправлять и дополнительный заработок. С маленькой зарплатой, как у многих наших жителей, зарплаты небольшие. Была бы неплохая идея, конечно, чтобы люди копили хоть что-то, чтобы мы могли свободно выехать, куда-то отдохнуть, съездить, детишек свои вывезти, чтобы что-то дети увидели в жизни. Да и самим тоже, конечно же, хочется. Туда сидеть, сюда сидеть. А что мы, кроме работы, больше ничего-то, в принципе, не видим? Работаешь, работаешь, копеечку получил, туда раскидал, сюда раскидал и все. Вот и все. Поэтому лучше, конечно, копить. Если идея откладывать деньги по расписанию, не по душе, можно отправлять в копилку суммы, сэкономленные при покупках. Например, если вы купили по акции несколько упаковок любимого товара, честно сэкономленную сумму можно отложить на отпуск. Если вы любитель кафе и ресторанов, попробуйте чаще ходить с друзьями друг друга в гости. Например, шашлык куда приятнее замариновать самим и пожарить теплой компании на свежем воздухе. И экономнее и вкуснее. Но что важно, вступая на путь экономии, не переборщить с ограничениями. Стоит избавиться от вредных привычек, на которые уходит много денег. Но если отказывать себе абсолютно во всем, стресс может взять и вверх, и в какой-то момент вы можете не выдержать и сорваться. И хорошо, если ваша финансовая возможность позволит вам отдохнуть спонтанно. Ничего не откладываю. Все, собрались и поехали. Вы понимаете, собираешься, когда долго там откладываешь, ничего не получается. Вот конкретно надо, вот сегодня решили, завтра поехали. Тогда все получится. Другой вопрос, как должна выглядеть заветная кубышка. Конечно, можно использовать классическую копилку, но когда она все время под рукой, соблазн ее скрыть очень велик. Сегодня многие банки предлагают сервис копилок. Его подключают на карту, откуда средства автоматически списываются на накопительный счет. Также, если начинать откладывать на отпуск заранее, отличным решением может стать банковский депозит. Откройте вклад на полгода или на год в банке с возможностью пополнения и каждый месяц переводите туда часть денег. Стоит заранее определиться, и в каком виде вы будете брать с собой деньги – наличными или на карте. Ответ на этот вопрос зависит от того, куда вы собираетесь ехать. Если это место далекое от городов, там просто может не быть терминалов и банкоматов. А значит, без наличности не обойтись. И даже в самой цивилизованной стране могут возникнуть затраты, оплатить которые можно только наличными. Например, покупка сувениров, оплата проезда в общественном транспорте и так далее. Стоит учесть и такой немаловажный момент, как виды платежных систем, наиболее популярные в той стране, куда вы направляетесь. Так, например, в Америке и Азии распространена карта Visa, а в Европе – MasterCard. Только с 25 по 27 июня в станице Северской по адресу улицы Комарова, 1. Краснодарская глазная клиника New Vision окажет услуги по комплексной диагностике состояния здоровья глаз на высокоточном современном оборудовании, консультации квалифицированных специалистов, лечение катаракты, глаукомы и глазного диабета, использование технологии лазерной офтальмохирургии. New Vision – это современные технологии и профессиональный подход. Записаться на прием можно по телефону 8-964-929-9988. New Vision – это современный подход. 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 Продолжение следует...